Четверг, день профилактики правонарушений. Пандемия добавила нагрузку и на ответственных за сохранение безопасности и порядка на местах. Теперь созданы специальные рабочие группы, которые ведут мониторинг за теми, кто находится на карантине дома. За работой наблюдала и наша съемочная группа. Профилактические мероприятия в рамках внедренной системы амбулаторного лечения граждан с легкой формой COVID и лиц, контактировавших с ними в ежедневном рабочем графике ответственных лиц. Это инспекторы профилактики, активисты Махалей, патронажные медсестры. На системной основе мониторинг ситуации проводится и в Учтепинском районе. Махалей Кокча-Охтипа у Чтепинского района проживает более 10 тысяч человек. 51 из них взят на карантин. 22 гражданина получают лечение в домашних условиях. 6 тяжелобольных находятся в медучреждении. Жителей, которые находятся на карантине, навещаем по два раза в день. Интересуемся, что им нужно. А также напоминаем, что при ухудшении состояния необходимо звонить по номеру 103 или в колл-центр. Для эффективной работы на местах оказания адресной социально-экономической помощи, медицинского сопровождения лиц, находящихся на домашнем карантине, контроля за соблюдением правил, в каждой Махале сформированы рабочие группы. Они проведывают граждан, помогают решать бытовые проблемы, удовлетворять их ежедневные потребности в лекарствах, продуктах питания, предметах первой необходимости. Очередное разъяснительное мероприятие сотрудники Хорезомского областного управления профилактики правонарушений провели на территории центрального рынка Ургенча. Акцент встречи был поставлен на необходимость строгого соблюдения норм карантина. Но, как показывает практика, понимают остроту вопроса далеко не все граждане. А ведь цель у нас общая – прервать цепочку распространения. И сложившаяся ситуация требует большей ответственности. В рамках мероприятий повышенное внимание уделяется и контролю за ценовой политикой аптек. Что касается обсерваций, на сегодняшний день в Андижанской области на карантине и под медицинским наблюдением находятся более 105 тысяч человек. Из них для 99 971 жителя карантинный период завершился. А 5 562 андижанца из 965 домовладений все еще находятся в режиме самоизоляции. Их состояние и соблюдение предписанных норм под контролем рабочих групп. На территории Асякинского района действует 12 точек общепита. По заказу граждан, находящихся на домашнем карантине, они готовят и поставляют им еду. Процесс находится под контролем сотрудников ОВД. Для предупреждения правонарушения на местах распространяются специальные брошюры. Продолжение следует...